Здравствуйте, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Каждый раз, когда рынок падает, паника приходит в этот криптовалютный мир. Но анчейн-метрика для биткоина показывает четкую и ясную картину, которую я сегодня тебе покажу. Этот буллран еще не закончен, так как впереди огромное количество денег, которые готовятся зайти в этот рынок. Более того, мы видим также и застой на рынке NFT. Но и он также не продлится долго, и сегодня я расскажу почему. Сегодня ты поймешь, почему эта коррекция на самом деле должна восприниматься как благословение, даже если она продолжится еще немного. Поэтому не забудь поставить лайк, давай наберем хотя бы 8000 лайков и покажем этим, что мы верим в криптовалюту, несмотря ни на что. Вчерашний день для криптовалюты был достаточно плох. В какой-то момент криптовалютный рынок потерял 400 миллиардов долларов. Биткоин упал и большинство альткоинов потеряли от 10 до 20 процентов своей стоимости. Но это после того, как эти же альткоины дали 5, 10, 20, 30 иксов. Так что такие просадки после такого роста вполне нормальное явление. Но сейчас тот период, когда все зависит только лишь от биткоина. Когда он двигается вверх, он создает огромную волну ликвидности, которая и заливает весь криптовалютный рынок. Вот почему я всегда фокусируюсь на альткоинах, которые находятся в коррекции тогда, когда биткоин растет. Это называется эффект рогатки. На протяжении 7 месяцев мы уже видели такое, когда биткоин падал, а некоторые альткоины давали 5, 10, 20 иксов. Вот почему такие просадки для меня являются большой возможностью купить именно те альткоины, которые сильно просели. И кстати говоря, в основном я использую альткоины для того, чтобы накопить побольше биткоинов. Люди, конечно же, интересуются, является ли эта вершина в 69 тысяч долларов окончательной вершиной биткоина. Да, такие вопросы постоянно задают. Нервы и переживания. Вот что сопровождает людей, которые судорожно пытаются понять, упустили ли они вершину и стоит ли сейчас все продавать. Или же эта просадка всего лишь навсего очередной низ, более высокий по сравнению с предыдущим. Знаешь, в чем разница 2021 и 2017 года? Сегодня на рынке нет того, что мы 4 года назад называли термином неослабевающий оптимизм. В 2017 году люди приходили в биткоин, покупали его и даже не боялись. Они даже не думали, что биткоин может падать. Для них это было откровением. И вот почему тогда биткоин буквально за несколько недель мог вырасти из 4 тысяч долларов до 20 тысяч долларов. Вот когда мы увидим такое же поведение людей на рынке, тогда и нужно будет беспокоиться. Биткоин-аналитик План-Б, который практически угадал все движения цены биткоина за последние месяцы, до сих пор убежден, что в ноябре цена биткоина будет около 90 тысяч долларов. Если быть конкретно, он называл цифру в 98 тысяч долларов. Он все еще верит, что биткоин демонстрирует бычью макроструктуру. Давай немножко глубже копнем в эту макроструктуру. Unchain-метрика, которой с нами поделился так называемый DGEN Spartan. Не знаю, правильно назвал его или нет. Эта метрика называется Bitcoin Hold Waves. Что это такое? Простыми словами, она дает нам понимание поведения холдеров биткоина, причем любых, кратко, средне и долгосрочных, ты можешь выбрать на свой вкус. На основе этой метрики можно предвидеть и бычьи волны, и медвежьи волны на рынке. Как мы видим, когда количество холдеров, которые держат монеты меньше трех месяцев, опускается до исторических низов, цена биткоина с небольшой задержкой реагирует ростом. Например, в 2013 году этот индикатор сильно провалился, на что цена биткоина отреагировала вот этим ростом. Перед этим же в 2011, когда этот индикатор был на пике, и цена биткоина достигла своего пика, и начала падать после достижения этим индикатором своего максимума. То же самое мы наблюдали и здесь, например, в 2016. Этот индикатор жестко обвалился, что и привело к росту цены биткоина. Когда же этот индикатор находился на своих пиках, цена биткоина перешла в медвежий рынок. Недавний пик в мае, когда биткоин впервые достиг 65 тысяч долларов, тоже сопровождался ростом этого индикатора до своих пиков, после чего цена биткоина и упала. Сейчас этот индикатор сильно провалился вниз. Как бы намекая нам на то, что если коррекция и продолжится, она будет непродолжительной. Также это означает, что биткоин ожидает массивный шок предложения в будущем. И мы действительно можем это заметить и потому, что количество биткоинов на биржах, этот сиреневый график, постоянно падает с августа этого года. Это экстремально бычий сигнал, показывающий, что на протяжении следующих нескольких месяцев биткоин покажет нам что-то очень-очень сильное и массивное. Что мы еще увидим после этого массивного движения, это, конечно же, жадность трейдеров, которые любят кредитное плечо. Как только количество таких трейдеров будет достигать своего пика, мы снова увидим каскадные ликвидации их позиций, что и приведет к очередной массивной коррекции биткоина. Это будет продолжаться снова и снова. Но не попадайся в эту ловушку. Этот индикатор говорит нам о том, что биткоин все еще способен в этом цикле показать массивные прибыли для своих инвесторов. Альткоины же, в свою очередь, способны на десятки иксов. Я хочу, чтобы ты не встречал это новое движение биткоина без плана. У тебя должна быть четкая стратегия выхода из рынка на протяжении его роста. Только так тобой не будет руководить твое чувство жадности или страха. Когда ты покупаешь криптовалюту, например, за 1 доллар, ты уже должен четко понимать, когда ты будешь ее продавать. Причем как на росте, так и на падении. Например, 30% своей покупки ты продаешь уже на 3 долларах после покупки за 1 доллар. Когда твои инвестиции вырастут в 3 раза, так ты возвращаешь свое и больше не будешь рисковать потерять свои собственные личные деньги. Еще 20% ты продашь, к примеру, за 9 долларов, еще 20% за 50 долларов. И так далее. В сторону падения ты тоже должен ставить цели. Ты должен сразу поставить себе цель, сколько ты можешь позволить себе потерять. Только так ты сможешь вести себя максимально адекватно на этом рынке и не поддаваться панике или эйфории на каждом падении и взлете. Теперь я хочу показать тебе еще одну анчейн-метрику для биткоина. Она немного связана с той, о которой мы говорили раньше. Здесь мы видим то, что называется реализованной рыночной капитализацией биткоина. Это мера, которая показывает среднюю стоимость биткоинов в сети. В нашем случае речь идет о монетах возрастом менее 6 месяцев. Сегодня, если ты не знал, SEC отвергла заявку на создание первого в США спотового биткоин-ИТФа. Не фьючерсного, а спотового. То есть физического биткоин-ИТФа. Именно поэтому многие запаниковали сегодня и начали продавать свои монеты. Возможно, это большая ошибка в их исполнении. Ведь и эта метрика показывает нам на все тот же шок предложения. Как можно избавляться от того, что в будущем станет еще более дефицитным? Мы видим, что когда эти волны находятся на своих пиках, цена биткоина падает. Так было вот здесь. Так же было в 2013. Смотри, это метрика на пике. Цена биткоина переходит в коррекцию. Эта метрика на пике, цена биткоина падает. Эта метрика на пике, цена биткоина опять падает. И так же было в 2021, когда цена биткоина впервые достигла 65 тысяч долларов. Эта метрика тоже была на своем пике. Это и привело к падению цены биткоина. Но каждый раз, когда мы находимся на вот таком дне, когда эта метрика вот так падает, цена биткоина растет. Метрика падает, цена биткоина растет. Метрика падает, цена биткоина растет. Сейчас эта метрика падает. Я бы не хотел продавать свои биткоины сейчас только потому, что SEC не захотела одобрить спотовый биткоин ETF. Она не хотела одобрять его и в 2013 году, когда впервые была подана заявка на создание спотового биткоин ETF. Их мотивация защита инвесторов, и я понимаю, от чего они их защитили, от 70 тысяч процентов роста. Классная защита. Делай выводы сам. Теперь перейдем к NFT. Мы не раз говорили о том, что NFT станут большой индустрией. Сегодня генеральный директор биржи Coinbase, крупнейшей криптоплатформы в мире, заявил, что NFT могут стать либо такими же большими, либо даже больше, чем все криптовалюты на Coinbase. Это сказал криптомиллиардер, одна из самых влиятельных фигур в истории криптовалюты. И мы говорим об этом здесь уже как минимум полгода. NFT это криптовалютная волна, которая захлестывает поп-культуру, искусство и спорт. Это тот самый термин, который сначала непонятен, а потом оказывается, что ты не представляешь своей жизни без него. Как раньше помню, появлялись форматы MP3 и MP4. Многие тоже спрашивали тогда, что это вообще такое. Сегодня без этого мы не представляем своей жизни. Я думаю, NFT станет абсолютно массивной индустрией в играх, искусстве, спорте, музыке и так далее. Однако, сейчас мы наблюдаем, что объемы торговой NFT с августа все падают и падают и падают. Я изучаю криптовалютный рынок 4 года и уже наверняка знаю, что самое лучшее время интересоваться индустрией тогда, когда она падает. Причем падает так сильно, что в нее никто не хочет инвестировать. Так было с биткоином однажды, вот здесь. Он упал так сильно, что его вообще никто не хотел, но мы на этом канале только и делали, что накапливали его. Какие же были классные времена. Видео тогда не набирали и полутысячи просмотров за час. Вот настолько низкой была популярность этой тематики. Так что сейчас самое интересное, что ты можешь делать, это искать такие же возможности в криптовалюте. Такими же возможностями, например, являются NFT, которые находятся в своем падении. Или, например, игровые токены, которые либо еще не выросли или уже очень сильно корректировались. По крайней мере, это то, чем занимаюсь я. На этом все, ребята. Меня зовут Богатейший Ди. Буду очень рад твоему лайку. Это помогает каналу расти, а мне находить мотивацию для создания новых видео. Подписывайся на канал, телеграмм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями, комментируй обязательно. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok